Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. И сегодня у нас очередное свеженькое видео, которое выходит первым на моем телеграм-канале и уж после выходит на канале YouTube. Подписываемся на мой телеграм-канал, друзья. Желаю приятного просмотра. Всех обнял. Ну что, друзья, вот у нас и состоялась эта битва. 4К 60 кадров в секунду. Слева у нас Samsung S21, вернее S22 Ultra. Справа Pixel 8 Pro. На основной объектив ведется съемка. И, честно говоря, друзья, хочу сказать, что это практически равные по фото и видео возможностям два смартфона. Но, но, как всегда, есть одно но. Samsung может писать 8К 24 кадра в секунду. Pixel этого делать не может. У нас вот какие-то костры были. И, что еще хотелось бы отметить, друзья, по фоточасти немножечко пиксель будет поинтересней, но не намного. Давайте проверим, как фокусируются смартфоны. Кстати, при достаточно близком расстоянии до объекта, по идее, должен переходить и тот, и другой смартфон в режим супер макро. Но пока этого я не вижу. Давайте сейчас пробежка. Оцениваем, как вам стабилизация. Против солнца блики смотрим. Как по мне, по-моему, на пикселе больше бликов. Во время видеозаписи можно выставить паузу. И снова, друзья, продолжаем. Но сразу говорю, что по звуку, по звуку, я думаю, что будет интереснее у нас все-таки пиксель. Здесь три микрофона, один направленный на пикселе, лазерный автофокус, так же, как и в Самсунге. И, собственно говоря, по торцам по одному микрофону, один направленный микрофон. В Самсунге всего лишь два микрофона. Оцениваем динамический диапазон. Как по мне, по-моему, на пикселе картинка посветлее, чем на Самсунге. И как-то, что ли, фокус повеселее. Давайте поближе попробуем сфокусироваться на объектах. Можно, кстати, переключаться в 4К 60 кадров в секунду, друзья, на ультраширокоугольный объектив. По крайней мере, на пикселе это точно. И вы знаете, что-то я не пойму. Почему-то на Самсунге этого сделать нельзя в 4К 60 кадров в секунду. Что-то не то, друзья. Продолжаем видеосъемку. Справа у нас пиксель 8 Pro и слева Samsung S22 Ultra. Вы знаете, друзья, да, действительно, невозможно переключиться на ультраширокоугольный объектив во время видеосъемки на Самсунг. Но зато на Самсунг можно переключиться на фронтальную видеокамеру. Такое впечатление, что, знаете, Самсунг уводит в холодные тона, а пиксель уводит в теплые тона. Давайте попробуем сфокусироваться на каком-то мелком предмете. Видите, да, пиксель фокусируется, а Самсунг не хочет. Пиксель словно снова на мелкой веточке сфокусировался. Проверим, может, Самсунг получится у Самсунга. А Самсунг на основной объектив не хочет этого делать. Хотя вот сейчас вроде бы как сфокусировался. Пиксель автофокус поинтереснее, друзья, да. Как-то так, честно говоря. Самсунг, кстати, на 14-м андроиде. Пиксель уже на 15-м андроиде на бета-версии. Возможно, в Самсунге добавят изначальное переключение между модулями 4K60 на основной объектив. С основного на ультраширик, вернее. Давайте вот попробуем. А вот так Самсунг фокусируется. Ну, пиксель тут вообще без проблем. Там чья-то норка. Возможно, небольшие. Гадюки здесь у нас вот так вот против солнца, друзья. По стабилизации, на мой взгляд, сейчас пробежимся. У пикселя картинка постабильнее. Так, это у нас тут, я так понимаю, где-то с горы сбегает. Вот как-то так, друзья. Оцениваем качество видео, делимся. Друзья, ну это съемка на ультраширокоугольный объектив. Пиксель 8 Pro справа, Samsung S22 Ultra слева. Оцениваем, как вам угол охвата. Вот сейчас... Вы знаете, на пикселе как пошире, кажется. Все-таки картинка. Плюс ко всему, на пикселе, насколько я понимаю, стоит объектив 48 мегапикселей. На Samsung же меньше. Давайте проверим, как на сетке рабится. Пиксель фокусируется отлично. Samsung как-то непонятно. Но на пикселе есть светлее картинка, друзья. Оцениваем динамический диапазон. Вы знаете, такое впечатление, что на пикселе более реалистичная картинка. Samsung красит сильно картинку. Сейчас мы сфокусируемся на ультраширокоугольный объектив. Проверим автофокус. Но сразу говорю, друзья, что ультраширик здесь и на одном, и на втором смартфоне с автофокусом. Так, проверяем Samsung слева сейчас. То есть фокусируется. Пиксель. Пиксель. Также. Еще раз Samsung. Еще раз пиксель. Повеселее как-то картинка на пикселе, конечно. Чувствуется, что компания Google со своими смартфонами довольно-таки активно работает над программным обеспечением. Так, фокусируемся здесь. Слева Samsung. Фокусируется и пиксель. На пикселе картинка четче, размытие более естественное. Samsung тоже неплохо, но на пикселе картинка все-таки светлее. Пробежка небольшая. Знаете, все-таки на Samsung, как на мой взгляд, стабилизация тоже классная. Как и оптическая работает, так и электронная. Но, но, все-таки хочу сказать вам, что на пикселе она намного интереснее, намного лучше. Это стабилизация. Сейчас мы подойдем к ручейку и послушаем, как пишет звук. Вернее, вы послушаете. На финальном. Вот против солнца ультраширики. Проверяем автофокус. Samsung. Samsung срабатывает неплохо. Пиксель. Также молниеносно. Сегодня хорошая погода. Солнечное. Небо чистое, как видите. Возможно, кто-то скажет, что придираюсь. Плюс-минус, картинка одинаковая. Но, по фоточасти, эти два смартфона, конечно же, разные. Так, что это у нас тут за колодец? Ни на одном, ни на втором смартфоне не видно, что внутри колодца. Хотя я лично отсюда вижу. Вот у нас здесь ручеек. Можно на ультраширокоугольном объективе вот так делать на Samsung. Ну, а пиксель может перемещаться и на телевик, и на ультраширик обратно. А Samsung на ультраширик может делать 2х. 0,6х и до 2х. Оцениваем, как приятно шумит водичка. Что у нас здесь еще? Елка есть. Samsung фокусируется на иголочках. Отлично. Но, вот сейчас, друзья, могу вам сказать. Допустим, вот на этой еле сейчас пиксель фокусируется. Пиксель показывает картинку. Samsung делает картинку все-таки темнее. Это я уже убедился. Вот как-то так. Это 4К, 60 кадров в секунду. Максимальное качество видео на ультраширокоугольный объектив пикселя. Ну, и у Samsung еще есть 8К. Но на ультраширик, насколько я понимаю, не работает. Как-то так. Ну, просто удивление, друзья, что предварительно перед съемкой на Samsung необходимо включать ультраширик. Предварительно. Это для меня удивление. Насколько я помню, что, по-моему, было на 13-м Android совсем другая ситуация. Еще раз. Боковая съемка. Плавность съемки проверяем. Вы знаете, как будто на Samsung картинка немножечко подергивается. Но это я вижу сейчас. Возможно, Samsung на постпродакшене отработает. Видео обработает. Напомню, что на пикселе вообще есть функция. Видеобуст. Pixel, ультраширик, Samsung ультраширик. То есть, видеоинформация, либо же фотоинформация отправляется на сервер компании Google. И через час-другой приходит уже обработанное видео. И хочу сказать, что видео приходит на достойном уровне. Как будто снято на тот же iPhone 15 Pro Max. Но это уже танцы с бубнами, как говорится. Нужно ждать. Но, тем не менее, если вы хотите хорошее видео, допустим, отсняли. Отправили на сервер. То есть, с функцией видеобуст. И все окей. Так, вот у нас справа пиксель на одуванчике сейчас фокусируется. Отлично. И на этом же одуванчике фокусируется Samsung. Тоже неплохо, друзья, но на Samsung иногда как будто залипает автофокус. Но нет, вроде бы сейчас нормально. Оно на мелкой веточке сфокусируется, пиксель? Нет, это уже очень мелкая для него, я понимаю. А Samsung? Хотя, в принципе, плюс-минус одинаково. Вот как-то так, друзья, оцениваем качество видео. Но на Samsung все равно, вот как будто рывками идет. Вот это на вагончике, там хорошо видно. Вон как бы рывками видео идет. Друзья, ну это 4К 60 кадров в секунду. Слева Samsung, справа пиксель. Телевик 3Х на Samsung. С22 Ultra. И телевик 2Х на пикселе. Телевик здесь с автофокусом. Видите, на пикселе фокусируется. На Samsung та же история. С одной разницей, что телевик на Samsung, насколько я знаю, по-моему, 10 Мп, на пикселе 48. Можно идти снимать на телевик. Картинка как вкопанная. На пикселе стоит на одном месте. Видите, на Samsung есть легкое подергивание. Вот сейчас пробежка. Как по мне, на Samsung немножечко подергивается картинка. На пикселе все ровненько. На пикселе несколько уровней стабилизации можно выбирать, друзья. Кстати, сейчас проверим функцию аудиозум на пикселе. На пикселе 2Х и можно на Samsung 10Х сделать, как вы видите. На пикселе можно 5Х. Это у нас оптический зум. Ну, можно сделать на пикселе 20Х. На Samsung 4К 60 кадров в секунду. 12Х это максимальный. Ну, честно говоря, такого какого-то сногсшибательного качества на телевик. Хотя на Samsung он похуже. Я не ожидал. Но 12Х, короче, на Samsung и на пикселе 20Х. Оцениваем, кстати, по звуку. Вот так вот так. На 1Х переключились на Samsung. Вернее, на пикселе. И на 3Х. Невозможно на основной объектив вернуться. Только телевик 3Х. На Samsung. Pixel 1Х сейчас снимает. По динамическому диапазону плюс-минус одинаково. Но хочу сказать, что вот сами кустики вверху. Чуть лучше картинка на пикселе. Посветлее в кустиках вот места. Хотя функция HDR выключена сейчас у меня. А вот елка эта. О, ну вот хорошо поели это и видно. Обратите внимание, да? Что делает Samsung. Телевик. И обратите внимание, как пиксель. В тенях выделяет детали. Детализация. Отличная. Все довольно-таки неплохо. И какая елочка темная там в тенях. Это на основной объектив. Вот сейчас на телевичок 2Х включил. На Samsung 3Х. Тут 2Х на пикселе. Пиксель деталей больше достает из тени. Вот 5Х. Пиксель включил. Видите, да? Все красиво. Все зелено. Пиксель даже вот. Фокус поймал на. Видите, да? Хоп. И переключается. Пиксель 1Х. Вот 2Х. Темнее картинка на Samsung. Как-то так. А вот еще одно место есть. Сейчас мы здесь посмотрим. 3Х на Samsung. 2Х на пикселе. И вот тут, как по мне, пиксель достает больше. Опять же детали из темноты. Делаю 5Х. И здесь уже вообще как бы... Сейчас сделаем на Samsung 5Х. Опа. 5Х. В Samsung все темно. Пиксель, картиночку. Сделал светлее и вытащил все детали из тени. Даже какие-то цветочки. Видно-видно качество, друзья. Скажем так, рывок. Рывок видно у Samsung. Вернее, у Pixel. Вперед. Вперед. Рывок виден. Пиксель. Кстати, обратите внимание. Телевик Samsung. То ли автофокус не дорабатывает. Пиксель раз, сразу телевиком перевелся. Автофокус лучше на телевике. У Pixel. Однозначно. На Samsung надо тапнуть, чтобы он перевелся. Как-то так. 1Х на пикселе. И 3Х на Samsung. На пикселе картинка сейчас намного четче. И светлее. Да, действительно, отлично снимает. Друзья, еще планирую приобрести Steadicam на Pixel. И я думаю, будет очень даже красиво. Все. Оценим качество видео. Делимся своим мнением в комментариях. Друзья, ну это примеры съемки. 4К 60 кадров в секунду. Фронтальная камера с автофокусом. Слева у нас Samsung S22 Ultra. Вот здесь. И справа у нас Pixel 8 Pro. Оцениваем качество видео. Вот сейчас мы зашли немножечко так за гору в тень. И посмотрим, как же будет все здесь работать. На Samsung картинка заметно кропается. Можно и на Pixel, конечно, так кропнуть. 1.4 есть. Зуммирование. Да, даже больше. Но это оптическое зуммирование. И сейчас проверяем пробежкой стабилизации. По стабилизации плюс-минус одинаково. Только на Samsung 40 мегапикселей фронталка. А на Pixel она идет насколько я знаю 10,5. Друзья, и вот мне на Pixel и на фронталке я вижу уже хуже. Почему? Объясняю. На глаза посмотрите как Samsung веки работает. А Pixel делает на фронталке веки какими-то неестественными, темными. Ну, возможно, еще будут поправлять обновами. Но какая-то картинка. Вот сейчас видно, да? какие-то прям брови черные. Samsung в этом плане повеселее. Как-то как перешарп идет какой-то, друзья. Хотя DD вроде бы неплохой. Плюс-минус. Сейчас если сделать так, возможно, да нет. На Samsung такое впечатление как яркости экрана не хватает. Да даже вот так видно, что как-то темные какие-то глаза делает Pixel. То есть идет на Pixel картинка по хуже на фронтальную камеру. Roland Shutter нет. Ни на одном, ни на втором. Так, насколько близко сможет фокусироваться. Слева вот у нас Samsung. Справа Pixel. Ну, автофокус вроде бы работает корректно. Так, сзади у нас домики. Заметно размывает Samsung. Pixel. фокусируется как-то и на лице и на домиках. Как-то так. Угол охвата, друзья, давайте посмотрим. Вот как раз камни подошел. Угол охвата. Как ни странно, по-моему, если вот так сделать, от края камушка, да? на Samsung, друзья, шире угол, как на мой взгляд. Несмотря на то, что он кропает. Ну, собственно, как-то так. Против солнца. Во, вот сейчас сложные условия, друзья, против солнца. А вот тут уже как бы Pixel вроде бы и поинтереснее начинает себя вести. фронтальная камера. Хотя Samsung мою физиономию и особо не затемнил. Вот 1.4 можно сделать даже на пикселе. Но на пикселе я вижу физиономия посветлее выглядит. Но солнце как-то на Samsung хотя более засвеченная картинка. Солнце больше, на пикселе оно поменьше. Как на мой взгляд. вот так, хотите. На Samsung 4K60 зуммирование невозможно. На пикселе можно вплоть до 4 зуммировать. И причем сохраняются детальки, друзья. А на Samsung 4K60 довольствуетесь тем, что есть. Хотя по миллиону сто оба смартфона набирают баллов в Antutu. То есть это говорит о том, что процессоры плюс-минус одинаковые, но на пикселе процессор веселей и с большим потенциалом, друзья. Поэтому решать вам, какой смартфон лучше, как на фронталку, так и на основную камеру. Как-то так. Ставим лайки и подписываемся на канал. Слева у нас Samsung S22 Ultra, справа Pixel 8 Pro. Субтитры создавал DimaTorzok